классно спать шикарно высыпаться и не тратить много снаряжения сегодня выбираем надувной ковер от сплава привет с вами сплав сергей голубев я гид организатор путешествий я много спал на разных надувных ковриках и теперь расскажу как выбрать собственно его вам если вы пока не знаете что такое надувной ковер для туриста это не то же самое что нужной резиновый матрас из детства но давайте по порядку наверняка вашим первым ковром для походов собственно как и моим и многих других туристов была пенка она имеет как ряд преимуществ ввиду легкого веса неприхотливости цены но и также имеет некоторые недостатки это большой объем ограниченный диапазон использования то есть ее можно использовать только летом и малым комфортно она довольно жесткая а если под ней будет корень или камень то хорошим и крепко сне речь не идет надувные ковры исправляют все эти недочеты а коврю сплав еще и за доступные деньги они могут мало весить быть компактными и добавляют плюс 100 500 комфорту проверено а еще у них широкий диапазон применения на них как говорится и зимой на снигу спится хорошо потому что ковры бывают утепленные и не утепленные а вот чтобы лучше понимать как выбрать коврик производитель использует коэффициент r-value это система градации шестью графами где от 1 до 2 это использование летом от 2 до 4 это трехсезонное использование лето весна осень соответственно от 4 до 6 все сезона и от 6 и далее это уже какие-то экспедиции экстремальные вылазки в арктику и в другие места там где волки даже спать боятся надувных коврах используются разные утеплители такие как синтетические либо натуральные пуховые а в дорогих и премиальных моделях используется из фольгированной 3d сетки самым простым и неприхотливым в использовании но также недорогим в производстве как раз является синтетический утеплитель который используется и в утеплении вашей синтетической одежды например это прималуфт и так давайте познакомимся с надувастиками от сплава еще ближе всего перед нами 8 моделей у них разные размеры вес а значит и задачи для которых они будут идеальны погнали посмотрите на этого гиганта это air cloud комфорт весит он кило 100 примерно но только потому что большой толстый ширина 66 сантиметров для нас 95 и внимание толщина 10 сантиметров воистину царская перина у него приятное тактильное покрытие теплые швы то есть не сквозного шва геометрия позволяет не скатывается с коврика хотя куда с него скатишься он такой огромный если вам не так важен вес и вы цените комфорт вы перемещаетесь на автомобиле каяки либо и дарки либо это какие-то лыжные походы где с вами за спиной сани то это будет отличный вариант также коврик отлично подойдет крупным ребятам и девчатам будьте внимательны такие габариты могут быть велики для небольшой двухпесной палатки при использовании двух таких ковриков одновременно коврик air cloud 2 это младший брат коврика air cloud комфорт такой же абсолютный ковер по своим характеристикам но чуть меньше по габаритам в длину ковер 193 сантиметров ширину 60 все еще шикарный габарит для крупных туристов у него классическая для ковров гладкое покрытие а главное он легче что позволяет вам его брать с собой горы и таскать в рюкзаке упаковочного объема он такой же небольшой как и другие ковры из ассортимента компании сплав его комфортно использовать до плюс 5 плюс 3 градусов теплые швы делают его теплее чем менее толстые утепленные и весит он в сравнении с первой версии всего 750 грамм последний коврик из серии прямоугольных совсем классический коврик air light его толщина 6 сантиметров в сравнении с предыдущим значительно меньше но все еще объемно ширина меньше 50 сантиметров зато вес более приятный 580 грамм этот коврик приятная находка для теплой летней погоды для походов по крыму турции абхазии я собственно использую его беру с собой как раз в эти крымские походы и в абхазию классная модель в своем ценном диапазоне спать на нем лучше всего не ниже плюс 10 плюс 8 градусов дальше уже будет немножко прохладно это все я говорю по собственным ощущениям надувается легко сдувается тоже легко место в рюкзаке занимает очень мало последний в списке не утепленных надувных ковров необычный ковер под названием ксениум light это самый тонкий и легкий коврик он занимает но очень мало места вашем рюкзаке толщина его всего на дубном состоянии три с половиной сантиметра чего вполне достаточно для летних историй по тепловым характеристикам он приближается к простой пенки зато комфорта немного больше используйте его лучше летом либо в жарких регионах таких как турция в межсезонье где ночные температуры не опускаются ниже плюс 10 плюс 12 градусов коврик тоненький его вес 450 грамм он довольно широкий и очень хорошо гнется в силу своей формы и структуры удобно использовать будет его в гамаке а теперь мой любимый коврик от сплава это модель highlight синтетическим утеплителем он очень компактный сложенном виде и поместится в любой рюкзак довольно толстый надутом состоянии высота посередине три с половиной по бокам примерно 5 сантиметров что позволяет вам не скатывается во время сна потому что камеры устроен таким образом что боковины тут чуть толще при этом коврик достаточно узкий и к этому надо привыкнуть всего 48 сантиметров то время как обычный коврю 60 сантиметров ковер имеет скошные углы и форму кокона это экономит как вес так и объем такую коврик можно смело назвать находкой легкохода потому что весит всего 500 грамм при этом его длина 2 метра а значит что он подойдет высокому но стройному парню или девушке на нем комфортно спать при около нулевых температурах окружающей среды проверено лично мной в горах кавказа и на камчатке следующий похожий по форме но не по содержанию ковер это ковер ныбула ныбула это термин из чего-то космического это намекает на то что ковер просто космос вес этого ковра 730 грамм толщина 6 сантиметров ширина 55 длина 186 коврик подойдет для крепких ребят у меня тоже есть такой и опираясь на свой опыт использования снаряжения сплав могу вам дать честную рекомендацию пользуется им очень активно ходил по множеству регионов кавказа по камчатке по алтаю я бы рекомендовал вам спать на нем до минус 4 минус 5 градусов это уже прям натяжечку естественно градусов окружающей среды при таких условиях на нем будет тепло и мягко у него интересная структура ячеек удобный клапан удобно надувается сдувается и очень маленький упаковочный объем рекомендую его для альпинистов и несложных летних восхождений а также любителям классического трекинга и наконец новинки из ассортимента это утепленные ковры фьюз и vision ну или наоборот они очень похожи оба ковра синтетическим утеплителем толщиной 60 грамм на метр квадратный что говорит нам о том что на нем будет сладко спать при температурах около нуля подложив тонкую серебряную пенку вы можете увеличить теплоизоляцию а значит удлинить ваш походный сезон эти ковры отличен по ряду для трекинга как летом так и в конце весны либо в начале середины осени а также для сплавов и велопохода модели достаточно легкие компактные фьюз и vision отличаются толщиной пол сантиметра и длиной vision имеет длину 185 сантиметров толщину 7 5 ширину 55 поэтому его вес всего 490 грамм модель фьюз будет комфортнее для высоких туристов виде его длина 197 сантиметров классическая ширина 60 сантиметров и толщина 7 сантиметров при этом у вес 532 грамма всего лишь со всеми коврами сплав комплекте идет ремонтный комплект также вы можете усилить его отдельно докупив специальные ремонтные патчи не бойтесь проколоть нудной ковер в походе не так просто зато сон станет гораздо крепче на мой взгляд линейка надувных ковров от компании сплав это шикарный компромисс между ценой качеством и доступностью вы можете сюда приехать в магазин можно полежать выбрать потрогать своими руками а ребята консультанты вам еще больше расскажут про каждую из моделей если вам было интересно ставьте лайк под видео а если хочешь больше узнать про снарягу интересные туристические направления и походные лайфхаки то подписывайся на наш канал ходите в горы и крути с умом пока